Здесь война не была, здесь была война. Бездарное руководство России бросило просто на убой своих солдат и офицеров. Просто на убой. И сегодня еще добиваются остатки российских войск. Они из последних сил бросают свои последние резервы, все бросают в город. Их тоже добивают. В общем, бессмысленная война. Никакого толка, логики никакой нет. Руководство России, особенно военное, чтобы спасти свое положение, чтобы спасти свои кресла, места бросает на новые бойны, на новые убои своих солдат. Вот смотрите, опять же документы. Вот сейчас я несу новые документы новых убитых. Вот российские солдаты. Вот новые документы. Вот еще сумки есть. И так каждый день. Вот техника, вы все видите, сколько разбито. И все это бессмысленно. Потому что у нас был наш лозунг, был свобода или смерть. И мы сегодня доказываем, что это был не пустой звук и докажем. Свобода вещь дорогая, за нее надо платить кровью. И мы готовы платить, и мы платим за нее кровью. Но своей свободы мы все равно добьемся. Забьемся любой ценой. Пусть останется из нас один человек, но он будет свободен. Пусть один чеченец останется в мире, но он будет свободен. Другого пути у нас нет. Потому что наш народ можно победить, но нельзя покорить. И мы свою дорогу избрали, и этой дорогой пройдем. Чего бы нам это ни стоило. Мы не сепаратисты. Это народ воюет, а не сепаратисты. И сепаратисты воевали бы давно, разбежались бы. Мы не сепаратисты. Мы народ, который хочет свободы, и хочет свободно, свободно жить, как и другие народы мира. И это наше право, данное нам Всевышним, и никому его нас не отнять. Сколько русских солдат умер в этой операции? Уже больше тысячи солдат убитых в районе боевых действий, валяются их на трупы, уберять даже никому. Где они? Около вокзала или... Около вокзала, по Первомайске, по Старопромысловске, везде, где они прорвались, там они валяются. Даже в местах сейчас, где русские сами находятся, они даже сами не убирают свои трупы. Потому что у них сил не хватает. Это просто сейчас безумие со стороны руководства России бросать сюда новые войска. Мы сотни раз предлагали путем переговоров решить этот вопрос. Но Россия никогда своих солдат не уважала, никогда своих офицеров не уважала. Это нищая страна, страна рабов, а мы не хотим быть рабами. Из-за этого хотят нас уничтожить. Мы хотим быть свободными. Как, например, Америка в свое время добивала свободы от Англии. Мы хотим также быть свободными и сами распоряжаться своей жизнью, своей судьбой, своей землей. Из-за этого хотят нас уничтожить. Но это у них не получится, не пройдет. Вы думаете, они придет еще раз? Пускай придут. У нас нет другого пути. С миром придут, мы миром ответим. С войной придут, будем воевать. Воевать мы умеем, мы можем. Это нам дано Всевышним. Мы будем воевать за свою свободу. Тем более, есть за что умирать. Да. Да. Спасибо. Спасибо. Да. Продолжение следует...